В 36 лет Андрей Васильевич пережил инсульт. Его парализовало, речь отнялась. Но благодаря упорству и желанию жить, он победил недуг. На то, чтобы восстановиться, ушло 10 лет. Мужчина заново учил букварь, пытался писать и читать. Первые буквы мог сказать мама. Он не мог ни слова сказать. Ни имя, ни дочери, ни мое. Вот он мог сказать, например, не шумит, а он мог сказать мешут. Он буквы путал. Понимаете, вот он хочет сказать, а не может. Жена помогала Андрею заново научиться ходить. Супруги говорят, что это был трудный и долгий процесс. Пальцы пошли, вот так чуть-чуть, понимаешь ты. Вот так. Начал ходить и падать. Падать. Врачей нельзя. Что ты делаешь? Понимаешь ты? Пытаюсь. Вот так она постепенно, постепенно. Андрей Васильевич каждый день упорно занимался спортом. Поднимал штангу весом в 100 килограммов и приседал по 150 раз. У меня и сейчас у меня правая сторона тяжелая. Андрей Васильевич говорит, что бег подарил ему вторую жизнь. Заниматься не перестает и сегодня. Четыре раза в неделю обязательные пробежки. Минимальная дистанция – 10 километров. Андрей Васильевич уже четыре года занимается организацией легкоатлетических забегов. Для этого каждый месяц откладывает часть пенсии и за свой счет покупает медали и грамоты. На его соревнования регулярно приезжают участники со всех уголков региона. Андрей Васильевич участвует в забегах вместе с ними. В четвертых соревнованиях организованным Андреем приняло участие 50 человек. Следующий забег он планирует устроить ко дню освобождения Донбасса. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Панорама.